Вот. Значит, во-первых, кожа. Зеркало внутренних органов. Отсюда кожные нарушения, угли, пятна, сиболей, грубость кожных покровов, ранние морщины, ранние, особенно гнезные попеломы, стоящие на пятках, плохие стоящие ногти. Все это, помимо ряда других причин, может указывать на ослабленные желудочно-кишечные травмы. Причиной могут служить простые или кошачьи лямли, трихомонады, или другие простейшие, а скорее их союз, то есть что чаще бывает. Во-вторых, в общем, когда кожа, сыпи всякие... Первый показатель. Да, первый показатель. А как вот вы к имбирю относитесь? Имбирь, такое вот южное растение, горькое, он тоже очень сильно убивает этих всех паразитов. Какое растение? Имбирь. А, имбирь, да, убивают. Сейчас их продают, он такой формы, начались, продают на рынке, да, имбирь. А как вы им пользуетесь, имбирьем? Его надо в столовую ложку, на стакан кипятка, на 2 стакана кипятка в столовую ложку. Измельченного, да? Измельченного, да? Измельченный, да. Сырого или порошка? Можно и сухой, можно и сырой. Так, этот первый, кожа, это как обозначить, как узнать? Поставить, какие признаки, симптомы поражения. Во-вторых, признаки ущербности иммунной сопротивляемости от организма, частые простуды, ангина, частые или хронические ктензилиты, частые или хронические синуситы, полипы дыхательных путей и пазлов, как вот у батюшки. Вот так, пожалуйста. Частым признаком, зачастую вторичным, связанным с длительной инфекцией дыхательных путей, у ослабленности паразитами организма является храп у молодых людей. Храп бывает или слюна течет на подушку, засыпает, или зубами скопят. Это признаки паразита. В-третьих, наиболее характерным признаком возможного хронического течения гельмитоза относятся явления длительной интоксикации, вялость, слабость, снижение работоспособности, потери аппетита. Так, аппетит также считают весьма характерным признаком похудания. Так, тучность, по новым научным данным, также может быть следствием гельминтозов. Анемия, потери интереса к жизни, депрессия. Вот депрессия действительно сопровождает очень часто. Прокровление, да. Да. Кроме того, особенно внимание требует аллергия у кого. Ну, я и буду так все читать. Анемия, боли в суставах и мышцах. Вот обследовать человек, ничего не находит. Сильно болят мышцы, суставы. Почки в норме. Я спрашиваю, почка больная? Нет, почки в норме. Так, ваза и вздутие живота. Синдром раздраженного кишечника. А симптом раздраженного кишечника, это что, его биение как бы такое? Это как будто бьется, там, червенок. Ну, бывает спазм кишечника, и вздутие кишечника бывает, и рычание кишечника. Полосы, запоры. Калиток. Запоры. Гранулемы, это опухолеобразной массы, волокит разрушенные яйца паразитов. Часть всего они образуют на стенках толстой и прямой кишки, но могут образовываться так же и в легких, в печени, в брюшной полости и матке. Запоры. Запоры. Часто страдают люди с запорами. В листы, благодаря своей форме и размерам, могут механически закрывать некоторые протоки просветки кишок. Обильная в листной инвазии может закрыть общие желчные и кишечные протоки. Продукты жизнедеятельности паразитов снижают мышечную способность кишечника и эвакуации содержимого, что приводит к редким затрудненным испражнениям. У меня были дети, запоры, запоры. Ну а чего дети? Вроде не питаются, как вот многие, жирные все. И вот я когда их лечила, у них клубками выходили, прям целые клубки, которые забивали кишечник. Проходы забивали. Проходы. Эти вот. Аскориды, они вот такие 20... Сантиметров. Сантиметров. Сантиметров, да. Самка и 25 санкций. И вот когда они один раз, когда они делаются полувозрелыми, один раз в месяц, они проходят по всему организму. Везде лазят. Ну как у них. Они ищут друг друга. Они пронизывают сердце и легкие, и куда угодно. И вот люди часто приходят, говорят, ой, Лена Федоровна, трап болит, 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 что-то болят. Вот когда брачные. Раз в месяц у людей сильно болят или спина, или кишечник, или вот чего. Вот эти аскориды. А потом они опускаются опять кишечник. Они сами живут год. А потом, когда они опускаются опять кишечник и высеивают эти яйца в листы, вот только один раз в месяц можно обнаружить эти яйца в листы. Вот так. То есть анализы надо давать целый месяц, чтобы их поймать. Да. Ну так вот. Легче попить какую-нибудь травку? Я профилактика не попить. За неделю все ясно будет, если они время. Да, вот запор я читала. Кожные проблемы. Нарушение сна. Люди часто бессонницей страдают. Нервозность, понос. Разнообразное нарушение иммунитета. Синдром хронической усталости. Скрижетание зубами. Вот дети очень часто зубами скрижут. Дети, когда они ослабные, видно. Вот есть такие дети, сейчас прям засыпают на уроках ослабленные в листы. Потому что вот это тоже наказание. Зачем держать собак в доме? Вот старые русские обучаи все-таки не держат собак, да? Конечно. Да, у кошки тоже не имеют. Их вообще оскверняют они, вот если иконы есть дома. Зачем их собак? Держат собак, кошек и все. Все дети больные. У меня это был знакомый, Пата Анатолий. Он сказал, что они скрывают, скрытие делают. 90% почти все люди с листами. Мне тоже такой факт известен. Хирург сам говорил. Когда говорят, скрываешь труп, то вот эти вот тонкие, тонкий кишечник просто весь забит глистами. Весь просто. Как колбаса. Ужас просто. Да. Ужасно вообще. Вот сейчас и рыбу вот нам, Норвегия что ли, я читала в газете, поставляет. Они все с глистами. Рыбу. Их надо сильно жарить и отварить. Рыбу. То есть выход один, профилактика, профилактика, профилактика. А если вот эти причемочные кошачьи двумястки, которые печень поражают, тогда другие травы нужны использовать? Ну сейчас я не скажу. Простите. Есть еще, знаете, какие цепни. Это вообще страшно. Вот это страшно. Они до 6 метров длина бывают. И вот почему-то чаще всего мужчины. Прям пузатые мужчины. И вот я их поила папоротником. Они там эти цепни как-то хмелеют от папоротника. Папоротник он немного... У Куренкова есть такой рецепт. Вот. И садила на горшок с парным молоком. И он выходит задним проходом. Если он горным пойдет, он задушит. Вот. Смотри. И надо всегда сидеть, чтобы локу там не осталось. Обязательно нужно, то есть, нам парное молоко садить. Иначе можно и смертельный исход. Да, да. Один из артистов наших так умер, этот известный, которого глаза были. Ну, который снимался. Да, Крамар. Он любил шотландское блюдо. Это, знаете, в собственной крови свежее мясо. И вот там он подцепил бычьего цепня. И вот они его забушили. Вот в этой вышли, он так умер от них. Ну, еще вот деготь очень хорошо пить. Деготь. Сами делать деготь или есть, продают? Нет, деготь это продукт. Ну, вот мы с вами посмотрели еще один фрагмент лекции Елены Федоровны Зайцевой. И я очень ей благодарна за ее пример, пример истинного служения. За ее желание не просто лечить и помогать узкому кругу людей, но и ее желание учить. Несмотря на ее возраст довольно-таки преклонный, она могла бы уже уйти на покой, заниматься своим любимым делом, собирать травы и лечить какой-то узкий круг близкого ее окружения. Но она вот ездит по монастырям и дает лекции. И благодаря этому мы можем с вами приобщиться к этим знаниям. И нам, конечно, есть чему у нее поучиться. И не только в плане траволечения, но и в плане ее отношения к миру, ее любви ко всем нам. И ее желание нести добро и знания всем нам является примером. Ну давайте вернемся все-таки к нашей теме. А тема у нас паразиты. И Елена Федоровна зачитала нам признаки наличия паразитов. И она объяснила, почему анализ часто не дает никакого результата, потому что те же яйца глистов, их можно обнаружить только раз в месяц. И попасть на них это как бы некий момент случайности. Но это не значит, что если анализ показывает отсутствие, это не значит, что они отсутствуют. Это очень древний метод и абсолютно неэффективный. Если делать анализы, то уж делать с современной биорезонансной методикой. Но не в этом речь. Мы сейчас не об анализах. Я хотела вот что сказать. Когда размещаю у себя на страничке в соцсетях информацию на эту тему, тему паразитов, то реакция разная. Есть люди, которые сразу включаются и начинают действовать. Начинают задавать вопросы, ищут подходящие методы, что непонятно спрашивают, потом делятся своим опытом. И вообще это вот, не знаю, это такой золотой запас нашего народа. И я думаю, на них, на нас, можно даже так сказать, нужно равняться, потому что я такая же. А есть люди, которые реакция резко отрицательная, что либо этого у меня вообще нет, и что это за ерунда. И покрепче выражения бывают. Или третий такой вариант, и что теперь, что мне теперь совсем умирать, да вообще не жить, ничего не есть. Ну то есть вот такой пессимистический. Но на самом деле-то нужно действовать по первому варианту. Хотя, конечно, выбор всегда есть. Поэтому не нужно впадать ни в какую панику. Кто послушал сейчас вот эти истории некоторые прозвучали страшные. На самом деле не все так страшно, если мы вооружены знаниями, знаем, что нам нужно делать. А нам нужно не ждать болезней, не ждать, когда эти паразиты вырастут до каких-то неимоверных размеров, а принимать все необходимые меры к, скажем, выведению и к профилактике. Я не знаю, видели ли вы мои предыдущие видео, поэтому на всякий случай хочу разместить здесь ссылки на темы паразитов. То есть у меня уже есть ряд роликов. Ну для начала пройдите тест и определите наличие у вас паразитов, а вдруг вы уникальны и они у вас просто отсутствуют. Можете сразу переходить по ссылке из этого ролика, попадать туда, куда вам нужно. Также Елена Федоровна упомянула деготь. Можете узнать и о том, как принимать деготь, не только при очищении от паразитов, но и при лечении различных заболеваний. Хотя в основе большинства заболеваний есть, собственно говоря, заражение паразитами. Так что здесь нет никаких противоречий. Замечательный метод – чеснок и лимоны. Очищение от паразитов. Полынная терапия. Метод не для слабых. Важная тема – это очищение детей. Здесь иной подход. Детям нельзя ядовитые травы. Большинство трав антипаразитарных токсичные. И здесь именно для маленьких детей подобраны те методы, которые безопасны абсолютно для детей. Как принимать касторку. Касторка – замечательное средство. Если ее совмещать с какой-нибудь антипаразитарной еще программкой, то просто суперрезультаты могут быть. Даже на одной касторке есть очень хорошие результаты. Очищение от чесноком. Ну и на этом на сегодня мы с вами закончим. Желаю вам здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова